приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня хотим познакомить вас с одним замечательным швейцарским сыром бельпер к ноле тренировался только что пять минут выговаривать бельпер к ноле чем интересен этот сыр на мой взгляд он может быть приготовлен и как бы сделан полностью с разными сроками созревания в течение месяца вы получите мягкий сыр который практически можно мазать на хлеб через два месяца вы получите ломтевой сыр а через год вы получите отличный терочный сыр собственно говоря в основном как бы основная идея создания этого сыра было создание нового вида терочного сыра терочными сырами называется супер твердые сыры такие как пармезан сыр достаточно молодой создали его в швейцарской деревне бельпер в 1993 году бельпер достаточно молодой сыр создал его сыровар потомственный сыровар там в третьем или четвертом поколении и вот он искал рецепт интересного оригинального терочного сыра получился у него такой сырочек что интересно основа для сыра готовится как сливочный сыр но похоже чем-то на филадельфию а дальше формируются шарики в обсыпке из черного перца и отправляется на вызревание ну давайте все по порядку значит расскажу о ингредиентах мы используем цельное фермерское молоко 6 литров естественно нам понадобится закваска и фермент закваску используем сухую дизофильную закваску прямого внесения кислотообразующие то есть газообразующие закваски нам не надо количество вы найдете в описании видео на 6 литров молока если надо рассчитать допустим на 3 литра молока к примеру то количество делите пополам если на 9 то умножаете на 1 и 5 понадобится молокосвертывающий фермент естественно можно использовать молокосвертывающий фермент в любой удобной для вас форме я рекомендую всегда особенно начинающим сыроваром использовать все-таки растительный молокосвертывающий фермент потому что телячий сычок достаточно капризен при хранении вы можете сразу не получить то есть могут могут произойти неудачи если он хранился неправильно или транспортировался при высокой температуре он может испортиться терять свои свойства и начинающего сыровара когда постигает неудачи очень часто люди опускают руки помимо этого для приготовления сыра нам понадобится вот такой вот цветной перец чеснок что интересно и розовая гималайская соль по поводу молока если вы хотите делать с длительным сроком вызревания допустим вот сделать терочный сыр классический бельпер к ноле годовалый тогда я рекомендую молоко пастеризовать мы же хотим сделать все-таки ломтевой сыр попробовать его вкус а потом уже готовить длительного срока вызревания или же из нашего сыра оставим пару шариков на длительный срок вызревания чтобы получить терочный поэтому молоко мы не будем пастеризовать будем использовать цельное молоко сливки не снимаем так как я уже говорил основа для этого сыра делается также как сливочный сыр ну вот по ингредиентам все по оборудованию используем классическую водяную баню понадобится нам дуршлаг шумовка и марлечка для процеживания молока поменьше и для отбрасывания сгустка побольше ну что друзья давайте приступ если вы используете не пастеризованное фермерское молоко то обязательно его процедите еще не сказал информацию важную о хлористом кальции друзья если мы используем сырое молоко для стабильного выхода выхода сгустка я рекомендую использовать маленькую дозу хлористого кальция из расчета 1 грамм сухого хлористого кальция на 10 литров молока если вы делаете из пастеризованного молока то использование хлористого кальция просто необходимо без него вы не получите стабильный сгусток тогда госты нам говорят что мы должны использовать от 3 до 4 грамм сухого порошка хлористого кальция на 10 литров молока то есть доза утраивается но так как мы будем делать из сырого молока то внесем из расчета деньги 1 грамм на 10 литров а так как у нас 6 литров то 0 6 граммов естественно приготовим вначале раствор то есть сухом виде сухой хлористый кальций не вносится включаем нагрев нашей водяной бане помещаем термометр для контроля температуры молока температуры молока надо нагреть молоко до температуры 31 32 градуса по цельсию ни в коем случае не нагревайте просто на плите обязательно используйте водяную баню если у вас нету там вот у нас такая полупромышленная водяная баня называется мармит используется для раздаточных линий столовых для поддержания для поддержания температуры готовых блюд очень удобная кстати штука для сырован я делал обзор на это видео можете найти в разделе обзоры оборудования вернее обзор на этот мармит делал видео вот что я хотел сказать мирно подсумевать до есть если у вас нету как бы не используйте сырование тогда две кастрюли большую кастрюли меньшую кастрюлю в большую наливаете воды помещаете меньшую кастрюлю в больше так чтобы донышко меньше касалось поверхности воды больше начинаете нагревать получаете классическую водяную баню так мы получаем мягкий п но плавный нагрев если греть на я не ту дорожка кастрюли, разогреется у нас до температуры 300-250-300 градусов. Соответственно, все молочнокислые бактерии в молоке при контакте с горячим раскаленным донышком погибают и сгусток, сам сыр у нас тоже будет нестабильный. Сгусток будет образовываться нестабильно. Мы испортим молоко. Также, как я говорю в каждом видео, для приготовления сыра можно использовать магазинное пастеризованное молоко, нельзя использовать ультрапастеризованное молоко и молоко длительного хранения. Ну вот, друзья, молоко греется. Пока сделаю небольшой анонс. Нам с Ларисой, собственно говоря, надоело уже делать клоны сыров каких-то. Но мы, конечно, будем их еще делать, клоны из местных сыров. И в процессе ведения нашего блога мы накопили достаточный опыт и у нас уже начали появляться сами свои собственные рецепты, которые значительно проще готовятся с малыми сроками вызревания и вкусные сыры получаются. То есть максимальный срок вызревания 2 месяца вы получаете вкусный оригинальный сыр. Да, он не похож на какие-то известные сыры, но делается он проще. В общем, в следующих, я думаю, 3-4 видео мы будем делиться с вами рецептами именно наших авторских сыров. Поэтому, если вам это интересно, оставайтесь с нами. А пока греем молоко до температуры 32 градуса. После того, как молоко нагрелось до температуры 32 градуса, в первую очередь добавим хлористый кальций. Это подготовка молока. И многие говорят, многие задают вопросы, когда вносить хлористый кальций. Идеальный вариант хлористый кальций вносить перед внесением закваски. То есть, когда молоко нагрето. Таким образом, мы готовим молоко уже в действии заквасок и ферментов. Вносим, так как молоко у нас не пастеризованное, вносим 6 миллилитров 10-ти процентного раствора хлористого кальция на 6 литров молока. Хорошенько перемешиваем и оставляем молоко на несколько минут. После этого сухой порошок закваски прямого внесения рассыпаем по поверхности молока и оставляем на 2-3 минуты, чтобы закваска хорошенько регидрировалась. То есть, чтобы порошок промок, не взялся комками при размешивании. В это же время приготовим фермент. Если у нас фермент в жидком виде, ну, независимо, вернее, от того, в каком виде фермент, берем 50 миллилитров кипяченой воды комнатной температуры и нужное количество либо жидкого, либо сухого фермента растворяем в 50 миллилитрах воды. Внесли закваску, ждем 2 минутки, чтобы она регидрировалась. Через 2 минутки, когда закваска регидрировалась, тщательно перемешиваем его. Перемешиваем движениями шумовки вверх-вниз, так, чтобы закваска, чтобы вся культура распределилась полностью по всему объему молока. Оставляем молоко еще на 5 минут, при этом температуру пока поддерживаем в пределах 31-32 градуса. Через 5 минут вносим заранее подготовленный молокосвертающий фермент. В нашем случае, как я уже говорил, растительный фермент. Хорошенько перемешиваем, извлекаем кастрюлю из водяной бани, укутываем одеялом и оставляем на 12 часов для формирования сгустка. Вот такой вот интересный процесс в этом сырочке. А через 12 часов, друзья, продолжим уже, будем наши кноли формировать. Через 12 часов у нас образовался отличный сгусток. Вот посмотрите, как он выглядит. Он полностью отделился от сыворотки. Видно, Ларис? Да, видно. И плавает такой, причем ароматный, вообще класс. Мы подготовили такую конструкцию. кастрюлька для стекания, друшлачок и марлечка. И теперь перелаживаем сгусток, перекладываем, извиняюсь, вот так вот, прям шумовочкой. Он такой, пастообразный. Немножко его разминаем, потому что нам надо, чтобы он хорошо стек. такой интересный сгусток для кнолей. После того, как переложили сгусток, друзья, во время от времени делаем вот такие вот действия. чик, чтобы он хорошо у нас стекал. И разминаем его. Нам его в любом случае придется разминать. То есть, наша задача сейчас, чтобы он стек, я думаю, где-то на это уйдет час времени. Ну, посмотрим, я вам точно скажу, когда мы закончим. Он должен стать вообще пастообразным, вот такой вот, как зубная паста, чтобы из него можно было слепить уже к ноли непосредственно. Чтобы сгусток быстрее отдавал влагу, сейчас сделаем такую манипуляцию. Вот таким вот образом подвесим его над раковиной, завяжем, и время от времени будем отжимать. Нам надо, чтобы он отдал как можно больше влаги. Я смотрю, ну, сыворотки, я смотрю, что он не сильно активно так отдает сыворотку, поэтому будем вот так вот над раковиной время от времени подкручивать. То есть, нам надо получить консистенцию густой пасты. Вы увидите, естественно, как эту консистенцию. Два часа потребовалось, чтобы сыр нормально стек. И он практически готов к лепке наших к нолей. Посмотрите, какой он, такой вот как паста. Хорошо видно сейчас как раз. Отставим его в сторону и проведем некоторые приготовления, которые заключаются в следующем. Я приготовил розовую гималайскую соль, ловится смолола перец, который мы вам показывали, цветной перец горошек. Покажи еще раз. Вот там вот у тебя есть. Вот почему-то я думал, что и молотый, вот такой вот перец мы смололи, думали, что и молотый будет цветной, а молотый оказался такой, как обычный перец. Немножко после помола, буквально 2-3 минутки, обжарили его на раскаленной сковородочке. И теперь надо измельчить чеснок, который придаст нашему бельпель к ноле, бельпер к ноле, неповторимый аромат. Очень-очень меленько порежу 3 зубчика чеснока. Вот буквально я их раздавил и теперь буду измельчать до состояния какой-то мизерной крошки. Так вот я измельчил чеснок, видите, меленький-меленький он получился. Приступим, друзья. Я подготовил вот такую емкость, в которой буду смешивать сырную массу со всеми остальными ингредиентами. Емкость большая, но где-то все меньше у нас запропастились. Посолю сыр. Стараюсь это сделать равномерно, немножко перемешивая. И сейчас соль-ка выходи все. И сюда же отправляю чеснок. Как-то надо так, чтобы он равномерно распределился по всему сырочку. Чтобы не было скоплений чеснока в отдельных участках сыра. Слушайте, так божественно пахнет эта сырная масса. Вообще, просто супер. В общем, я сейчас все перемешаю хорошенько. После того, как масса полностью перемешана, приступим к изготовлению. Кстати, интересно попробовать. вкуснота. Приступим к изготовлению самих кнолей. Надо слепить фрикадельку такую. Размером с теннисный мячик. Чуть меньше получилось. Кстати, я забыл перец. перец. Смотрите, если вы будете выдерживать их к ноли, имею ввиду, выдерживать их недолго, месяц, полтора до двух, то можно чуть поменьше. Если будете, если хотите делать его выдержанный, то есть довести до состояния терочного, то вот, ну это у меня сейчас чуть меньше теннисного мячка, да, можно размером с теннисный мячик. Ну, во всяком случае, так в рекомендации. я прощел, гугл мне перевел рецепт. Теперь хорошенько обваливаем фрикадельку в черном перце. Вот так вот, чтобы, ну не в черном, в этом нашем цветном. Кстати, сейчас видно, когда я его рассыпал, видно, что он цветной. Перец очень хорошо прилипает. Смотрите, надо облепить так, чтобы не было просветов никаких, потому что перец, ну не только придает аромат бельпер к нолю, а и является защитным слоем. Естественно, на перце уже никакая плесень расти не будет. Ну, просто не сможет. Вот получились такие, такой милый шарик. Давайте слепим еще один. Я слеплю несколько для длительной выдержки, а несколько чуть поменьше для того, чтобы, ну, чтобы он быстрее вызревал. Для того, чтобы попробовать, первая дегустация у нас будет к нолей через месяц. Будет отдельное видео про дегустацию. Как вы знаете, на нашем канале все продукты с длительным сроком созревания мы делаем в начале рецепт, а потом делаем, когда продукт готов, допустим, сыровяленые колбасы, сыры с длительным сроком вызревания. Когда продукт готов, делаем дегустацию. Вот такие вот красотульчики. красотульчики, так, вот здесь вот надо залепить, чтобы... Лариса, пойди выключи телефон. Вот такая вот штучка получается. Выкладываем их, видите, продезинфицировали, Лариса продезинфицировала бамбуковый коврик. Выкладываем их на просушку, на бамбуковый коврик. Сейчас я налеплю все остальные и расскажу, что надо делать дальше. Все готово, друзья. Получилось 7 прекрасных бельпер к нолей. Выучил я наконец-то слово, заметьте. Причем, ну, кайф в этом сыре. Первое, делается очень просто, как вы видели. Вообще, ну, нечего делать. Второе, вы такой сыр у нас не купите. Ну, по крайней мере, в Украине я его не встречал. Может, в России он и продается в каких-то дорогущих супермаркетах, но у нас в Украине его нету. Осталось у меня немножко, то есть, 7 штучек получилось. Осталось еще немножко пасты. Я решил не лепить валюсенький. Паста настолько это вкусная с чесночком, с гималайской солью, что пойдет у нас на бутерброды сегодня к ужину. Ну, реально, и вот так очень вкусно можно употреблять в пище. Так, теперь, что мы с ними делаем? Два дня просушиваем при комнатной температуре. То есть, вот так вот, как они у нас лежат на дренажной салфетке, на дренажном коврике. Пока сыр еще мягкий, он будет немножко проседать, то есть, будет немножко под собственным весом сплющиваться. Тем более, мы только что добавили соль. Это способствует отделению влаги. Сам сырок, ну, сама масса, она сразу же повлажнела. Как только я добавил соль, начал отдавать дополнительно сыворотку. Ну, то есть, первые два дня обсушиваем его на дренажном коврике и немножко придаем форму, естественно, чистыми руками, потому что в сыроделии, как вы знаете, чистота превыше всего. После этого помещаем на созревание. Температура созревания 10-12 градусов. Стандартная влажность 75-85%. У нас созревает в камере, если нету камеры, что делать? Тогда остается холодильник, верхняя полка для создания влажности, контейнер, пластиковый пищевой контейнер, закрываете его и там влажность поднимается. Если есть чем замерить влажность, то можно ее регулировать, помещая в контейнер емкость, например, какое-то блюдечко с водой. Ну, собственно говоря, мне кажется, что для этого сыра не столь критично, поэтому просто верхняя полка в холодильнике в контейнере будет нормально созревать. Итак, через месяц мы получаем бельпер кноли, который можно, ну, буквально, он мягкий, его можно мазать на хлеб. Через два месяца мы получаем ломтевой сыр, ну, который режется на бутеброды. И, начиная от полугода до года, мы получаем терочный сыр, в зависимости от того, сколько мы его выдерживаем, он становится все тверже и тверже. Ну, вот, как я уже говорил, два кнолика поменьше продегустируем через месяц. Будет, ну, мы дождемся, месяц я сниму и два месяца сниму. Покажем вам дегустацию месячного и двухмесячного и через год, конечно, самые большие оставим, посмотрим, что получится через год. Друзья, очень классный рецепт, по-моему. А это, ну, вот, масса сырная, она реально потрясная на вкус, от нее невозможно оторваться. Ну, только что с Ларисой, когда я налепил, осталось так по ложечке, по ложечке намяли нормально. Вот, поэтому, если у вас останется, ну, не старайтесь там ее долепить куда-то, она реально очень вкусная. С удовольствием вам представляем рецепт замечательного, на мой взгляд, сыра и легкого в изготовлении, бельпер к ноле. Ну, и надеюсь, что вы его приготовите и вам он тоже понравится. Если есть какие-то вопросы по приготовлению, традиционно в комментариях задавайте вопросы. Я очень люблю общаться с подписчиками, на все вопросы, естественно, мы с Ларисой отвечаем. Ну, и там не забывайте колокольчики нажимать, пальцы вверх ставить и подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. Мы готовим для вас, друзья, надоело нам по книгам снимать, делаем, как я говорил, небольшой перерыв, готовим авторские сыры и авторские колбасы, наши, то, что мы придумали, ну, наверное, громко будет сказать. Ну, в общем, будем с вами делиться именно нашими рецептами. А на этом все. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok